Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите видео дайджест новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. На сайте студии дизайна Артемия Лебедева был опубликован критический обзор технологий струнного транспорта. Специалисты группы компаний SkyWay прокомментировали замечания дизайнера. Журналисты англоязычного научно-технического портала The Technology.org выпустили статью, в которой рассказали о перспективах развития проекта SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах. С целью создания глобальной системы производства зеленой энергии и экологически чистого транспортно-инфраструктурного комплекса TransNet группой компаний SkyWay принято решение о выпуске токенов. Отвечаем на популярные вопросы о новом финансовом инструменте. 28 октября в итальянских СМИ вышла статья под названием «Проект Metro Aspromonte возобновляет перевозки на юге Италии». Автор публикации Себастьяна Капосса считает, что в рамках проекта будет построен первый в Италии коммерчески эксплуатируемый участок транспортно-инфраструктурного комплекса SkyWay. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В рубрике «Бизнес-линч» на сайте студии дизайна Артемия Лебедева вышел небольшой критический обзор на технологию SkyWay. В нем промышленный дизайнер студии выразил сомнения относительно эффективности струнного транспорта, хотя отметил, что идея выглядит симпатично. Как отмечают специалисты группы компаний SkyWay, автор обзора провел слишком мало времени за исследованием вопроса, и поэтому в нем можно найти большое количество неточностей и заблуждений. Для того, чтобы этих заблуждений в будущем было как можно меньше, а также с целью еще раз подробно и популярно объяснить основные элементы концепции SkyWay, пресс-служба компании составила подробный разбор некоторых замечаний. Познакомиться с разбором вы можете на нашем сайте. Журналисты англоязычного научно-технического портала The Technology Org выпустили статью, посвященную проекту SkyWay. Вот что пишет The Technology Org на своем сайте. Не так давно компания из Беларуси заявила о том, что будет развивать новую транспортную технологию в Объединенных Арабских Эмиратах. SkyWay Technologies Co занимается созданием принципиально нового вида транспорта, основанного на использовании рельсовых электромобилей и высоких эстакад специальной конструкции. Центр разработки компании находится в Беларуси. Там же расположен испытательный полигон, на котором проверяются инженерные решения нового транспорта. Журналист The Technology Org, ссылаясь на генерального конструктора, сообщает, что в Эмиратах проекту SkyWay выделили два участка земли. Один участок станет инновационным центром. Это будет не просто тестовый полигон, а инновационный центр SkyWay с сертификационными и демонстрационными секциями с учетом климатических особенностей Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются тропиками. Второй участок станет производственным цехом. Ссылку на оригинал и перевод полной версии статьи вы найдете на нашем сайте в разделе новостей. Строительство Экотехнопарка, комплексные испытания созданных транспортных систем и сертификация ряда образцов подвижного состава подтвердили работоспособность технологии и эффективность заложенных в ее основу инженерных решений. Группа компаний SkyWay совершила прорыв в транспортной отрасли и получила возможность перейти к новой фазе развития, которая требует нового подхода к финансированию. С целью создания глобальной системы производства зеленой энергии и экологически чистого транспортного инфраструктурного комплекса Transnet, группой компаний принято решение о выпуске токенов. Токен — это современный инвестиционный инструмент, основанный на технологии блокчейн. Проект с помощью продажи токенов сможет обеспечить свое финансирование, а люди, которые выступят инвесторами через покупку токенов, смогут пополнить свой инвестиционный портфель еще одним перспективным активом. Токены SkyWay будут выведены в свободный оборот одновременно с началом работы собственной блокчейн-платформы. Она призвана стать основой системы сбора данных, управления и расчета внутри создаваемой глобальной энергетической и транспортной сети. Комплексное развитие сети Transnet обеспечит капитализацию токенов, а их владельцы смогут получать доход от проектов, реализуемых с применением струнного транспорта SkyWay. Узнать о том, как и когда, и зачем менять свои доли на токены, вы можете на нашем сайте. Недавно мы рассказывали о том, какие перспективы открывает технология SkyWay для развития Италии. На Апеннинском полуострове струнные технологии могут стать эффективным способом развития агротуризма. 28 октября в итальянских СМИ появилась статья под названием «Проект метро Аспрамонте возобновляет перевозки на юге Италии», автор которой Себастьяна Капосса выражает надежду на то, что в рамках этого проекта будет построен первый коммерчески эксплуатируемый участок транспортно-инфраструктурного комплекса SkyWay. Эту идею озвучили на конференции «Метро Аспрамонте. Отправа на мобильность к сельскому туризму для устойчивого развития внутренних районов». Эксперты представили проект и технологию SkyWay, которая, как отмечает автор Республики Сан-Марина, уже находится на стадии технической оценки со стороны местных властей. Подробнее познакомиться с публикацией и найти ссылку на оригинал статьи вы можете в новостном разделе нашего сайта и личного кабинета. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.